МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Передовики на Жневе. На полях Аршанского района появились дуэты-рекордсмены, которые первыми в области намолотили тысячу тонн сбожжа. Спякота не отступая. Супрацовники МНС, службы ротованье на воде и медики нагадывают про правила поводзен подчас экстремальных температур. Заховали основный состав команды и вернули я ебылых лидеров. Баскетбольный клуб Рубонт почау под рыхтоку до чемпионата Беларуси. Таким будет сегодняшний выпуск. Это новина Витебской области у студии Вольха Шмаргун. Витаю вас. Передовики на Жневе. Дуэты-рекордсмены з'явилися на полях Аршанского района. Яны первыми в области намолотили тысячу тонн сбожжа. Это семейный экипаж сына с батьком Владиславой Валентина Лаптинских с сельхазпродприемства Межава Агра, а так само механизатор Алексей Капашыла у Зларыновки. В уголе у пауночном регионе убраны амаль 70 тысяч гектаров сбожжевых и зернебобовых. Выконаны 20% от плана. У лидерах три районы Чашницкий, Витебский и Полоцкий. Лепший пау раджайности Аршанский район, дзе пакашчик складая 36,8 центнерус гектара. Дарычы Аграры и Витебщины завершают сбирать у раджай РАПСУ. Задание выкнано на 91%. Докладную выверанную работу новой мелиерацийной техники беларуской вытворчасти продемонстровали на открытии модернизованных цехов открытого акционерного товарыства «Амкадор КЭС» у городским поселку Коханова Талачинского района. В аурочистой церемонии приняли удел премьер-министр Беларуси Роман Головченко и первый наместник старшини Витебского Абл-ВК «Анкама» Олег Мацкевич. Премьер-министр ознаемился с новинками вытворчасти. Распытал у специалистов предприемства про опероваги техники и ее продукцийность. Аналога у некоторым моделям нема в свете. Их продукцийность повеличилась до 10 разов. Роман Головченко проверил, насколько комфортно отчувают себе водители таких машин, посадевши у кабинах некоторых новинок. Роман Головченко протестовал и первый в Беларуси гусеничный экскаватор с каушом объемом 1 кубометр. Зараз вытворчая линейка «Амкадора» включая 11 наименев. Предприемство з'является одним у нашей краине вытворцем мелирационных машин и однакаушовых ядрауличных экскаваторов на гусеничной и коловой ходе, траншея копальников, гусеничных бульдозеров и инших специализованных машин. Сегодня белорусские ВНУ завершают прием документов от абитуриентов на бюджетные месяцы. Вызначиться с выбором специальности для поступления на бюджет абитуриенты могли с 20 по 26 липеня. Унутренные уступные испыты пройдусь с 27 липеня по 24 жнивня. Прием документов на платную форму навучания протягнется по 9 жнивня. Залечение на бюджет завершится 5 жнивня, на платную форму навучания – 11. В этом навучальном годе 50 установ высшейшей эдукации краины плануют принять больше за 54 тысячи студентов. Общий конкурс составляет полтора человека на место, поэтому достаточно серьезная заявка на успешную кампанию. Достаточно много абитуриентов с балом 300 и выше. А для университета это всегда важно, когда приходят качественные абитуриенты. И тогда, наверное, у нас есть хорошая заявка на успех подготовить более серьезного специалиста. В общем-то, пользуются специальности спросом, в том числе новые специальности. Это, конечно, программное обеспечение здравоохранения. Это специальности, в общем-то, всего IT-профиля достаточно успешны. В нашей специальности лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций хочу отметить, что в этом году достаточно серьезно сработали наши историки и музейные отделы. Отличительные особенности этого года – это, конечно же, целевые, подготовка целевиков. В этом году университет готов обучать 1150 абитуриентов, в том числе 606 на бюджетной основе. Я сегодня подал документы на ФФКС, физическую культуру, потому что сам занимаюсь спортом, очень уважаю плавание, занимаюсь волейболом. Я хочу добиться успеха в спорте, занимать первые места. Протягивают прием документов от абитуриентов установы эдукации, яке ожидают подрыхтовку на узровне средней специальной эдукации. Прием документов на основе агульной базовой эдукации от абитуриентов, яке скончили 9 классов, на навычание за кошт сродка в бюджету, будзе ожидаюляться по 3-го жнивня на платной основе по 14-го. Абитуриенты, яке будзе сдавать внутренние уступные выпробования на творчие специальности и иншие, повинны подать документы так само по 3-го жнивня. Сами уступные испыты пройдут с 4-го по 8-го жнивня. Залечения на бюджет пройдут по 10-го жнивня, на платную основу по 16-го жнивня. Прием документов на основе агульной средней эдукации от абитуриентов после 11 классов або особ, яке отримали прав техэдукацию за агульной средней, будзе ожидаюляться за кошт сродка в бюджету по 12-го жнивня, на платной основе по 17-го жнивня. А маль двум тысячам семья у в области оказали финансовую допамогу подрыхтовцы дятей до школы. Усягона ГТМЭТа у регионі выделять больше за 1,5 млн рублев. Сродки из мясцовых бюджета унакерують гарвы канками и райвы канками. На материальную допамогу могут различывать шмадзетные семьи. Державную подтрымку так само окажуть малозабеспеченным семьям и семьям, где дети, те батьки мают инвалидность. Сабрать портфель допамогуть предприемства, организации, доброчинные фонды. До речи, до новых и навычальных агода активно рыхтуются як школьники и их батьки, так и сами установы адукации. Только у Полоцким районе бягучий ремонт проводится у 70 навычальных установах, у Тымлику, дитячих садках. На гэта з районного бюджету выделены 120 тысяч рублев. А маль палова з'ихна подрыхтовку до осенне-зимового периоду. Наприклад, у Полоцку у шостой школе обновять классы, спортивную залу и столовку. Огромное внимание в этом году уделили озеленению нашей территории. Это, в принципе, традиционно для нашей школы. Ремонт спортивного зала, потолка и ремонт парадно-входной зоны выполняется хозяйственным способом с привлечением вне бюджетных средств. Часть денежных средств была затрачена на подготовку объекта общественного питания, в который входит и столовая, и сама кухня. Мы подкрасили все технологическое оборудование, мы заменили стулья, которые у нас пришли уже в негодность, мы сделали буфет в этом году. Ну вот осталось нам тоже там провести только генеральную уборку. У День ведов шостая Полоцкая школа пройме больше за 800 хлопчиков и девочинок. Для их, як и в целом для кожного школьника в области, будут створны усе умовы для комфортной учобы. В спякота вертается. Слупки термометров на этом тыдне перевысить от знака плюс 30. Як ротоваться от спеки, при этом отриматься салоду от отпочинку на природе. Парады от урачов, пожарных и выпадковых минаков выслухал наш корреспондент Илья Лопатинский. Лето у Зените, соправдное, сонечное и спякотное. Слупки термометров наближаются до плюс 30 и горожане спешаются до воды. Разомлевшие от спякоты так легко забыться про элементарные правила безопасности. Первое, если перегрелись на солнышке, то лучше в воду заходить всегда постепенно, не торопиться, зашли потихонечку в водичку, побрызгали себе на грудь, на шею, на лицо, зашли по плечике и, собственно говоря, плаваем там, где мы в любой ситуации, независимо, или если что-то произойдет с человеком, или независимо от физического состояния и своих физических навыков, соответственно, в любой ситуации могли стать уверены ногами на грудь. Лес – еще одно привабное место для отпочинка ухорошеню. Не глядячи на то, что заборона на наведывание лесов в области Пакуль не увидена, распаливать в огне, что в лесных массивах категорично заборонено. Да и шашлыки на даче у такой надвор и готовать треба застярогой. Хочется напомнить всем тем, кто собирается на своих придомовых участках развести костры, либо приготовить шашлыки, используя при этом мангалы и барбекю. Следует выбирать для этого необходимые расстояния максимально удаленные от зданий и сооружений. Ну и, конечно же, помнить о том, что в случае возникновения пожара следует сразу же сообщить об этом спасателям по телефону 101 либо 112. Гороча на дворы, гороча у приемных покоях больниц. Сонечный удар, тепловы – нелегко доводится тем, у кого хворое сердце и высокий кровяный тиск. Медики завжды готовы прийти на допомогу, а и самим хворым треба поклопотиться об своем здоровье. Обязательно головной убор. С собой возьмем небольшую бутылочку водички, желательно охлажденную. То есть, если где-то на остановке, старайтесь где-то, по возможности, если остановка, то крытая, либо где-то есть возможность в тенечек от деревьев, не по минимуму ограничить походы на рынке, где под ярким солнечным светом длительно нужно находиться. Но при необходимости, если вы себя чувствуете плохо, вы можете обратиться по телефону 103, вызвать бригаду скорой помощи. Межтым город живе своим житем. Люди спешаются по справах, якены ратуются от спеки. Кепкой, маской, да, и все, выручает. Зимой обычно как, дома, например, я не рекомендую открывать окна в жару. Зимой мы что делаем? Окна закрываем. А если летом в жару открывать окна, то жар пойдет в комнату. Да, поэтому, ну и питье, можно орошать себя водой. Еду на дачу. На дачу у меня душ, бассейн, как говорится, загораю, купаюсь, вот и все, от жары спасаюсь. Воды больше пить, в тенечке сидеть, никуда особо не выходить. Ну а как спастись еще от жары? Синоптики прогнозуют в ближайшие дни оранжевую здоровье небезпеки. Температура досягнет 32 градусов. Махчимы даже же соправдное лето. Илья Лопатинский, Ян Пчельников, Новины, Витебск. Кольки слов об спорте. Заховали основный состав команды и вернули ее былых лидеров. Баскетбольный клуб Рубон почал подрихтовку до чемпионата Беларуси. Зараз спортсмены займаются агульно-физичной подрихтовкой. Бегают с кроссы, выполняют практикование на моц и выносливость. Наши корреспонденты побывали на тренировце витебских гулеверов и распытали про планы на селетний сезон. В минулом розыгрыше на фоне інших представников гульновых видов спорта по внешнему региону Рубонуцы выступили неблага. Команда заняла пятое место в чемпионате. Вот только весь минулый сезон не покидало уражение, что клуб сдатный на большее. Головный тренер Руслан Байдаков каже, что на гульный выник повпливали как объективные, так и субъективные причины. Аварийная ситуация на арене Центрального спортивного комплекса провела до того, что большинство отказных сосредств довелось гулять на выезде. Потекла наша крыша во дворце спорта. Все выездные игры мы вынуждены были играть на выезде. Внесло ли это какой-то отрицательный результат? Безусловно, внесло. Ну, это выдерживает, как говорится, и моральный дух. Ну, и мы отступились на одну ступеньку ниже от прошлого сезона. Мы заняли пятое место. Сказать, что мы рассчитывали на четвертое – нет. В том году довольно сильный и плотный был чемпионат. Результат, так скажем, может быть, с большего и закономерен. Но хотелось и была возможность, безусловно, была возможность как-то закарабкаться и, может быть, даже и запрыгнуть в призовое место. В период межсезонья, чего давно не старалось, у тренерского штаба Рубона отримался захавать костяк команды. Клуб не покинул ни водно-белорусский игрок. До того же до Рубона уцу вертаются их былые лидеры. И до лучшего молодца, которая только закончила школу. Таким шином распоряджение наставников есть 20 баскетболистов. И теперь можно организовать полноценный тренировочный процесс. Подключили мы молодых игроков наших, практически всех, которые закончили школу, и перспективные, которые могут ее закончить, чтобы не растерялись, они уже начинают в этого года тренироваться в нашей команде. Плотность тренировки очень большая, потому что впервые у нас на тренировочном процессе будет более 20 человек каждую тренировку. Конечно, мы такого себе давно не позволяли. Но, конечно, это надумано и наделано в связи с тем, что 7 человек подключилось у нас именно молодежи, той, которой у нас сейчас из-за отсутствия дублирующих составов приходится обкатывать их сразу после школьных чемпионатов, дюблов. Сразу приходится брать в команду мастеров. Одним из новобранцев Рубона, кто повинен помахче команде, стал был и лидер сборной Брестской в области Антон Шчурко. Мы раз пытали баскетболиста, чему он зарабил свой выбор на кара с командой по уношнага региону. Нужно уже было давно какой-то новый вызов принять для себя даже и сменить обстановку, потому что все, скажем так, немножко приелось дома уже, потому что каждый сезон все одно и то же, однообразно, скажем так. Так вот, тут предложили выступить, поиграть в другой команде, посовещались с семьей, и, соответственно, все удачно сложилось, и я здесь. Немаловажным приподрыхтоваться до сезона заявляется и финансовый стан клуба. Кераунистов идя на сус, рождая игроков и рубить все махчимое, как подтримать баскетболистов и выконать свои обовязки перед спортсменами. В этом году, выйдя из отпуска, также, чтобы как-то ребят поддержать и не остаться с пустым карманом, буквально сразу же был сделан учебно-тренировочный сбор, где ребята получили определенные финансовые выплаты, и на данном уровне начался тренировочный процесс, и пока, так говорится, существуем на том, что есть. Займаться агульно-физичной подрыхтовкой витебляне плануют до конца липеня. После чего пошнут тренироваться у спорткомплексе областного клуба по агульнявых видах спорту, а ближе и до початку сезона вернуться на паркет витебского ЦСКА. Сергей Мисурагин, Дмитрий Котов, Навины, Витебск. На этом наш выпуск завершен. Я с вами развитвуюся. Усего доброго. До встречи. Синоптики поведомляют. Завтра по в области пирамидная воблачность, ночью без истотных опадков. Раницы и днем на большей часовой территории краткочасовые дожди на вольнице. Ветер по дневу у сходни 4,9 метров за секунду. При на вольницах порывы до 14 метров за секунду. Днем шквалистое узматнение ветру до 15-20 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 15, плюс 20. Днем плюс 27, плюс 32. У Витебска у пирамидная воблачность, ночью без истотных опадков. Днем короткочасовый дождь, ветер по дневу у сходни 4,9 метров за секунду. При на вольницах шквалистое узматнение до 15-20 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 16, плюс 18. Днем плюс 29, плюс 31. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова